Более 600 нарушений трудового законодательства выявили с начала года госинспекторы труда Южно-Казахстанской области. 533 из них устранены. Чтобы не допустить сокращений на производстве и рост обезработицы, а темат районов и городов заключили договоры с работодателями и профсоюзами. Для этих целей разработан комплексный план содействия занятости населения. В его рамках на реализацию дорожной карты занятости выделено более 5,5 миллиардов тенге. Мерами социальной защиты охвачено более 40,5 тысяч человек. Такие вот данные во время рабочего визита заместителя премьер-министра Бердыбека Сапарбаева озвучил заместитель Акима области Ярлан Айтаханов. Вице-премьер отметил, что мировой кризис не сказался на развитии южного региона страны и область смогла сохранить свои экономические показатели и производственный потенциал. В ходе визита Бердыбек Сапарбаев встретился с работниками образования, культуры, здравоохранения и спорта на базе Шимкенской детской больницы номер один. Несмотря на нехватку 170 врачей узкого профиля, область смогла добиться значительного снижения детской и материнской смертности, а также улучшить работу станции скорой медицинской помощи. Жалобы были, недоезды, поэтому в Южно-Казахстанской области на станции скорой медицинской помощи везде поставлены GPS, везде поставлены скорой помощи. И администраторы вот эти, они могут видеть, какая бригада из скорой помощи, где на данный момент находится. Сейчас скорой помощи от 15 до 20 минут, они доезжают до больного. В ходе рабочей поездки Бердыбек Сапарбаев также посетил этноисторический комплекс в Хазына, на территории которого в единой архитектурной ансамбле объединены площадь Наурыз, историко-краеведческий музей и монументальное сооружение, посвященное 550-летию казахского ханства. Также запланировано посещение ковровой фабрики Назар-Текстиль и города Туркестан. Продолжение следует...